Я хочу, чтобы это послание услышали все славяне, русские, украинцы, белорусы, сербы, хорваты, словаки, славянцы, болгары, все-все, кого объединяет единство славянской крови. Потому что, друзья, это послание, хоть и написано 6-7 поколений тому назад, невероятно актуально, пророчески актуально в наше время для нас с вами написанное. Но никто его не вспоминает. Но мы здесь, на канале «Осознанка», как раз для этого богатырского славянского здравия вам, дорогие друзья! С вами Юра, канал «Осознанка», где мы зрим в корне русского языка. Стараемся осознать послания предков, сокрытые в его образах, а порой мы читаем забытые древние былины, поэмы и послания. Сегодня на повестке дня у нас, друзья, важнейшая поэма великого русского писателя. Если вы, друзья, еще не знаете про курс по русскому языку и славянской буквицы, который у нас на канале уже запущен, уже можно в него вступить, в конце видео обязательно расскажу. А так, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чага-чай или иван-чай, а мы начинаем. Полетели! Итак, 1867 год. Великий русский писатель Федор Иванович Тютчев. Поэма-послание славянам. Привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов. Привет наш всем вам без изъятия. Для всех семейный пир готов. Недаром вас звала Россия на праздник мира и любви. Но знайте, гости дорогие, вы здесь не гости, вы свои. Вы дома здесь и больше дома, чем там на родине своей. Здесь, где господство незнакомо иноязыческих властей. Здесь, где у власти и поданства один язык, один для всех. И не считается славянства за тяжкий первородный грех. Хотя враждебную судьбиной и были мы разлучены, Но все же мы народ единой, единой матери сыны. Но все же, братья мы, родные, вот-вот, что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, России не прощают вас. Смущает их и до испугу, что вся славянская семья В лицо и недругу и другу впервые скажет «Это я». При неотступном вспоминании о длинной цепи злых обид Славянское самосознание, как божья кара, их страшит. Давно на почве европейской, где ложь так пышно разрослась, Давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман. И закрепила стародавность их, как наследие славян. И то, что длилось веками, не источилось и поднесь, И тяготеет, и над нами, над нами собранными здесь. И еще болит от старых болей вся современная пора. Не тронуто косово поле, не срыта белая гора. А между нас позор немалый в славянской всем родной среде. Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде, Кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду честят лапзанием своим. Опально мировое племя! Когда же будешь ты народ? Когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод? И грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас. Мы ждем и верим провиденью, ему известны день и час. И эта вера в правду Бога уже в нашей не умрет груди. Хоть много жертв и горя много, еще мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскуднел. И слово «царь-освободитель» за русский выступит предел. Вот такая вот поэма, друзья. Вот такое вот послание. Начало мая 1867 года. Мураши вон, ух, по всему телу от этого. Да, сейчас многие придерутся к последним строчкам про царя-освободителя и так далее. Но, друзья, давайте с вами чуть-чуть заглянем в эту поэму. Отдельные тезисы разберем. И постараемся понять, что же Федор Иванович, великий Федор Иванович Тючев, хотел нам сказать. Начну я, пожалуй, с конца как раз про царя-освободителя, потому что у многих сейчас подорвется одно место, будут определенные сравнения, будут говорить, Юра, вот ты там поддерживаешь то, поддерживаешь это. Друзья, канал «Осознанка» вне политики. Мы здесь разбираем поэмы, былины, русский язык и так далее. И здесь, на мой личный взгляд, не образ какого-то конкретного человека или образ какого-то конкретного царя и так далее. Это некий образ, что всем надо под единым знаменем собраться. Ведь, правда, все славяне одной крови. Это с точки зрения генетики. Есть там гены R1H, R1B и так далее. Кому интересно, погуглите или напишите в комментариях, поднять ли эту тему. Мы все от одной матери, как пишет Федор Иванович, это его строчки. Мы все одной матери сыны. Мы разобщены, нас друг с другом стравливают, кого-то просто глупостями затаскивают в эти конфликты. И это все как снежный ком нарастает. И в итоге-то что? Сыны одной матери разобщены. То, что в Югославии происходило, все мы прекрасно знаем. И что в итоге с этими странами сейчас? Собственно, кстати, сейчас я в лесу одной из стран, бывшей Югославии. Страна была очень сильной, прекрасной, мощной. Вся Европа с ней считалась. Сейчас с каждой этой отдельной страной никто в Европе не считается. И, так скажем, всерьез никто не воспринимает. То, что было до бомбардировок НАТО, страна была ой-ой-ой. Поэтому, друзья, все вопросы о том, что там царь-освободитель, нет. Это образ, друзья. Умейте видеть чуть-чуть дальше, нежели написано. В самом начале поэмы Федор Иванович Тютчев очень важные слова произносит. И не считается славянство за тяжкий первородный грех. И правда, нам навязано некое непонятное чувство вины за то, что мы славяне. Русским за то, что они русские. И видите, это происходит не только сейчас. Происходило и тогда, в те времена. А это почти 200 лет назад. Там 150-170. У меня плохо с математикой. Навязывается, что мы какие-то не такие. Что вот она там Европа, вот они другие страны, вот они какие-то правильные, развитые и так далее. А мы какие-то недоделки. Но это же не так. Это же неправда. Поэтому не надо считать это грехом, что ты славянин, что в тебе течет славянская кровь. И в этом первый пункт его послания. Это не грех. Это сила, что ты славянин. Будь рад тому, что ты славянин. Будь горд, что твои великие предки совершали великие дела. Очень важные слова от величайшего писателя в истории. И Тютчев развивает эту тему, что мы, славянские народы, разлучены, но кем? Враждебную судьбою. Судьбою, которую нам навязали враги. Мы все единая семья, но при этом мы, как члены этой семьи, разбросаны и разлучены по разным концам. При этом это касается не только народов, но и внутри отдельного народа. Среди русских, среди славян нет единства. Если кто-то появляется, пытается что-то объединять, вылезает куча диванных экспертов, каждый знает, как лучше, и все разваливается. Как говорил один великий человек, каждый суслик-агроном, каждый знает, как лучше, и в итоге никто ничего не делает. И это правда проблема нашего с вами народа, что у нас нет единства. Вот есть характерный пример народов, малых народов, там, России, например, которые друг за другом горой, которые чувствуют эту силу единства, силу рода, силу крови. И у них стоит этому поучиться, нам, славянам. Сейчас ситуация выправляется, но в целом это огромная проблема, и это все нам навязано. Это не наши с вами мысли, не наши с вами намерения. И Тютчев об этом пишет, что враждебную судьбою мы разлучены. И в это нас ненавидят. Он тоже это пишет. Вот-вот, что ненавидят нас, что все мы братья, что все мы матери одной, сыны. У нас первоматерь с вами одна. Она, друзья, народы все славянские, народы огромные, от Адриатического моря, вот оно сейчас здесь рядом, да, на Балканах, и уходит туда, вглубь России, огромная территория, и все это единый ген. Но поделенной единства нету, все друг с другом собачатся. Федор Иванович об этом писал еще, бог знает когда. Славянское самосознание их страшит, как божья кара. Тютчев, друзья, если у славян появится самосознание, общность, родовитость, когда друг за друга горой, как божья кара их страшит, а кого их? Кого их? Те, кто пытаются эту страну, эти страны, делить уже очень много веков. И если вы этого не видите, это очень странно, друзья. Кто не знает прошлого, тот не имеет будущего. Ломонос все об этом говорил. Загляните в историю наших с вами народов, что с нами делают, что случилось с СССР, что случилось с Югославией, что с Древнюю Русью происходило и так далее. Это все повторяется. Знаете, сейчас такое поколение идет, оно считает себя самым умным, что оно все знает. Но это не так. Наши предки были гораздо мудрее нас и тоже ошибались. И Тютчев об этом говорит. Ничего не меняется. Понимаете, вот прошло сколько времени? Шесть-семь поколений. Но все, о чем говорит Тютчев, все то же самое, все на том же уровне. И не надо там искать врагов. Не надо никому там объявлять войну, там драться и так далее. Нет, просто нам самим друг с другом надо объединяться. Славянин, славянину помоги. Поддержи. Спаси. И будет все хорошо. Соседу помоги. Не надо, давайте не углубляться там в глобальную политику. Нет, соседу своему просто руку пожми, потому что он с тобой одной крови. Если он ошибается, объясни. А у нас что с соседями? О, у самого у меня есть подъездный чат в WhatsApp. И такие войны, такие баталии из-за каких-то глупостей. Люди просто собачатся, ругаются и дерутся. Я в этом тоже участвовал. Жуть происходит, и великий писатель нам об этом говорит. Это наша проблема. Ее стоит признать. И признание – это первый шаг. Мы разобщены нам насрать друг на друга. Почему? Если мы есть все одна семья от одной матери. А между нас позор немалый, пишет Федор Тючев. Позор, да, друзья, огромный. О том, о чем я говорил. Враждуем собачимся – это позор. Это позор. Опально мировое племя. Когда же будешь ты народ, пишет Тючев. Когда мы с вами станем единым народом. Будем друг друга поддерживать. Упраздниться все невзгоды. И розни все разобщены. Прекрасное послание, дорогие друзья, от Федора Тючева. И правда Бога в нашей груди, как он пишет, не умрет. Есть надежда. Он пытается дарить нам эту надежду. Я думаю, что он писал для своего поколения. Писал для славян тех времен. Но ничего не изменилось. Проблемы, невзгоды, рознь, ругань и так далее продолжаются среди славян. Услышит ли наше поколение Тючева? Посмотрим, поглядим. Я услышал. Я как Юра услышал. Я понимаю. Дело свое делаю. Теперь дело за вами, друзья. Дружите друг с другом. Поддерживайте друг друга. Поддерживайте в добродетели. Читайте книжки. Читайте поэмы. Блины друг другу рассказывайте. Ведь сейчас не модно любить свою культуру. Славянскую, русскую. Модно все, что угодно. Но не славянская одежда, славянская культура, славянские песни и так далее. Но дело двигается, на мой личный взгляд. Что думаете, друзья, по этому поводу? Что думаете по поводу этого послания, этой поэмы? Напишите в комментариях. По поводу курса по буквице, друзья. Курса по русскому языку. Он запущен у нас на канале. Вы можете к нему присоединиться. Если вы любите русский язык и захотите научиться разбирать слова по буквице и понимать вообще, что это такое, то добро пожаловать. Там есть и лекции, и тестовые задания, и творческие задания по разбору слов. До конца курса вы научитесь как минимум разбирать простые слова, а то и сложные. Все зависит только от вас. Зрите в корень.